Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы понимаем, что мир очень сильно изменился и продолжает катастрофически меняться. Причина тому, конечно, колоссальные войны и революции, в том числе культурные, информационные, сексуальные. Но самое главное и разрушительное – это революция общественного сознания, затронувшая все человечество. Рушится система ценностей и более всего теряет ценность сам человек. Человек как личность, человек как образ и подобие Божие – все это обесценивается. Одновременно с этим происходит еще один процесс. Все обессмысливается. Мир, в котором мы живем, называют уже даже не постхристианскими, не секулярными, а постсекулярными. Христианство, сформировавшее человеческое сознание, культуру, науку, всю цивилизацию последних двух тысячелетий, активно тесняется на периферию, а в культурно-этнографическое эгипто. А ведь именно христианство и подняло ценность человеческой личности на такую высоту, которой не было никогда прежде в мире. Сейчас происходит обратный процесс. Человек теряет веру, а значит и смысл, и всякую ценность, потому что человек, если он не связан с Богом, он ровно ничего не стоит. В этом случае человек только механизм, только инструмент или винтик, работающий в общей машине ради определенных благ и удовольствия. Исходя из подобного отношения к человеку, современное общество формирует свое отношение к образованию и воспитанию. Еще в XIX веке христианский философ датский Сёрден Киркегор писал. Фактически существует руководство в каждой области, и скоро во всем мире образование будет состоять из заучивания наизусть большего или меньшего количества примечаний и толкований. Успех человека будут оценивать по его способности выбирать факт из множеств других фактов. Как печатник выбирает букву из кассы для набора, и не важно, что он не знает значения этих букв. Какое вполне пророчество и замечание еще в начале XIX века. Знание заменяется информацией, культура познания, в которой человек пытается искать, выражать самые глубокие смыслы, заменяется культурой развлечения, удовольствия и потребления. Человек, повторюсь, стремительно лишается человеческого, превращаясь в машину потребления и направляя все свои способности на развитие так называемого прогресса, суть которого в бесконечном повышении отмена комфорта. Возникает вопрос, кто такой человек? И что делает человека человеком? Материалистический взгляд на человека, возобладавший философией XIX века и отдаливший человека от Бога, пытается сделать ценностным самого человека. В его индивидуальности, как представлялось в исключительности сравнение с другими. И никогда в истории мира человек не был так уничтожаем и унижаем, как в последние столетия. Взять, для примера, хотя бы гитлеровские или сталинские логиеры. Человек сегодня, это прежде всего индивидуум. Индивидуум, такое замечательное латинское слово. Неделимый. Индивидуум. Не хочет, не умеет сегодняшний человек делиться с собой с другими. Не знает этой радости. Не воспитан в этих отношениях. И мы видим, как нормой стало вместо семьи партнерство, поиск удовольствия и комфорта. Вместо творчества – конкуренция. Вместо живого общения – монитор компьютера. Вместо друзей – фронтлента и звуки. В современном мире легко пользуются понятиями, которые всегда были наполнены христианским содержанием и которые антологичны, то есть внутреннеприродно присущи человеку. Такие понятия, как красота, любовь и свобода. Красота, любовь и свобода – не только проявление человеческой личности. Красота, любовь и свобода – это свойство Божие. Бог есть любовь – это слова Священного Писания, которые известны сегодня не только верующим. В молитве мы часто обращаемся, особенно в молитвах евхаристических, мы часто обращаемся к Богу со словами «Ты – красота неизреченная». Господи, Ты – красота неизреченная. И вот что интересно, вот именно эти слова, эти понятия используются в секулярно лучшей от христианства мир для объявления своих ценностей. Действительно, что для современного мира дороже свободы? И разве слово «любовь» не чаще всего звучит в куплетах в современных шляпках? Разве и не конкурсы красоты сегодня привлекают особое внимание человечеству? Ну, достаточно соединить с каждым два слова «любовь» и «красота» в их современной коннотации, то мы получим слово, считая, «свободная любовь». «любовь» и «свобода». Да, вот соединяем вместе два слова. Получается «свободная любовь» в коннотации современного мира, которая переворачивает полностью смысл этих слов. А между тем, любовь, завещанная на Бог, может осуществляться только в свободе и красоте. Потому что Бог сотворил человека свободным, и творение всего мира, оно совершалось в красоте. И увидел Бог, что это хорошо по-церковнославянски будет звучать «добро» и «зилу». Вот интересно, что церковнославянское слово «красота» по-церковнославянски будет звучать «добро». То есть это слово имеет для нас не только внешнее представление, но, прежде всего, внутреннее нравственное. Риторика современного мира все больше и больше. Простите, немножечко. Вставочка у меня вся большая. Русский философ Николай Бердяев отмечал, что красота – это и есть конечная цель мировой и исторической, и человеческой жизни. А в красоте не может быть нравственного уродства. Красота зла – есть иллюзия и обла. Царство Божие может мыслиться только как царство красоты. Бердяев писал, что преображение мира есть явление красоты. И всякая красота в мире есть или воспоминание о рае, или пророчество о мире преображенном. Красота – есть предельный идеал, из которого изгнана всякая дисгармония, всякое уродство и всякая низость. Слышать сегодня эти слова русского философа для наших народов, переживших катастрофу безгожия и человеческого унижения, лишения его достоинства, очень важно. Красота приходит в мир, но эта красота имеет две стороны. Достоевская красоте в свое время сказал, не только известная красота спасет мир. Есть и другие слова. Дьявол пользуется красотой для своей цели. Красота может быть демонической. Не по своей сущности. Она может быть использована в борьбе противоположных полярных сил. И вот что говорит достоевский в «Братьях Карамазово». Красота не только страшная, но и таинственная сила. Вещь. Здесь дьявол с Богом борется. А поле битва – битвы сердца людей. Красота немыслимо без любви. Любовь, соответственно, немыслимо без свободы. Если мы спросим, что самое красивое в мире, что самое прекрасное в этом мире, ответ будет один – это любовь. И нет ничего выше по высоте, чем настоящая любовь, которая, в общем, мир за это время сильно изменила. Когда вот эта любовь и красота явилась как воплощение Сына Божия на земле, мир стал другим. Риторика современного мира все больше и больше использует перевернутые понятия, все больше и больше обесценивает слова. А вместе с ними и фундаментальные понятия – семья, родина, белосердие, совесть, нравственность. Очевидно, что этот процесс обесценивания и обессмысления не может не затруднить и ценности, и осмысленности бытия самого человека. А преподобному Сергию Радомирскому принадлежат удивительные по глубине ослова «Возрением на Святую Троицу побеждать ненавистный страх розни мира сего». Такая розни мира сего – это, по-моему, такой диагноз, который можно поставить всей современности. Более вот такого трагического ощущения разрозненности, как сегодня прижимая, скажем, русскими, по крайней мере, представить себе невозможно с последнее время. Думаю, что именно эти слова для христианских педагогов могли бы стать раскрытием смысла нашей действительности. В чем, собственно, задача христианской педагогики – образование и воспитание? Хотя можно здесь надзвучить говорить о педагогиях вообще. Мне не раз приходилось встречать такую точку зрения, что главной задачей православного, можно сказать, христианского педагога является научение детей основом веры. Что это подразумевает хорошее знание патехизиса, знание богослужения, знание молитвы. Это, безо всякого сомнения, вещи очень важные, но совершенно не главные. Основная задача педагогии, по моему глубокому убеждению, является воспитание в человеке человеческое. Вернемся к вопросу, заданному мной вначале. Что делает человек у человека? В одном из своих посланий апостол Павел, обращаясь к христианам, говорит «В вас должны быть те же самые чувствования, что и во Иисусе Христе». К Филиппи 7, 2 глава 5 стиха. То есть это значит, что мы должны научиться слышать как Христос, смотреть как Христос, говорить как Христос, любить как Христос. Возможно, не такое. Вот писателям, фантастам, братьям Стругацким принадлежит такой роман, он назван «Трудно быть Богом». Как же трудно быть человеком. Именно благодаря образу Божьему в человеке, собственно, этот человек становится человеком. И чем более он походит на Христа, чем более он походит на Сына Божьего, уставшим человеком, тем более он человек. Это касается абсолютно всех людей, живущих на Земле вне зависимости от их нации, культуры и религии. Ведь каждый человек имеет образ Божий по емкому слову «кертуляр» – «душа всякого человека по природе своей христиан». Таким образом, целью воспитания является раскрытие в человеке образа Божия. Именно воззрение на Святую Троицу, воззрение на Бога, на божественную красоту и достигается эта цель. Бог Святая Троица. Я сейчас, может быть, немножко так развернусь в сторону богословия, и, может быть, не всем это будет понятно, но, тем не менее, мне бы хотелось сказать несколько слов об этом. Именно троечность Бога, по-моему, святых отцов, говорит о любви. По словам Григория Богослова, если бы Бог был единицей, то любовь его могла бы быть опрочена только к самому себе. И именно любовь внутри Святой Троицы делает эту любовь подражательной для человека. Лишь лица Святой Троицы носят на любви. Бог отец – это имя любви, отеческой любви. Бог сын – это имя любви, сыновней, верной, послушивой любви. Мы Духа Святого называем утешителем, утешителем, любовью милующей, утешающей, вот как этот голос легкого ветерка для пророка Ильи. Об этой любви говорит Евангелие от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, да всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Итак, любовь Святой Троицы, любовь Божия – это любовь отдающая, любовь делимая, жертвенная, раздаваемая и никогда не оскудевающая. Любовь, которая способна из человека, из неделимого существа, человека сделать существом щедрым, милосердным, верным, хранящим свою любовь в семье, в дружбе, в прощении обид, в преодолении своей собственной самости и, конечно же, глупости. В этом смысле раскрытие значения слова «любовь» в его восхонном смысле и привитие навыка такой любви имеет первостепенное значение. Ведь сегодня любить – значит иметь, значит присвоить, значит, прежде всего, употребить для своего удовольствия и пользы. Современная любовь не хочет делиться. И по этой причине весь контекст нашей жизни – это умирание. Так меркнет, оскудевает и умирает с годами супружеская любовь и ищет себе утешение на стороне. Так умирает и оскудевает любовь детей к родителям, когда уже пользоваться от них нечем. Так часто родители перестают любить своих детей, когда те не осуществили их роделивые мечты. Так умирает дружба. Так умирает в человеке человеческом. И в конечном итоге умирает Бог на кресте за этот мир. 700 лет назад такое происходило, скажем, на Руси во времена преподобного Сергия. Вот как раз его подвиг личностного любви к Христу и раздавание себя как-то сумел даже мир тогда поменять на долгое-долгое время. Сейчас происходит тот же самый процесс потери человечества, человечества в человечестве. Вот мы можем тоже как-то постараться немножко подобному преподобному Сергию что-то сделать для того, чтобы этот мир не погибл из них. У английского писателя Клайва Льюиса есть замечательная книга «Письма Баламута». Многие ее читали. Речь в ней ведется от лица старого черта, который учит младшего песенка как искушать и убить людей. Среди прочего, старый песен не думает. Как это Бог говорит, что он любит людей и оставляет их свободными, дает им возможность уходить от него, противиться ему. Вот мы, если говорим, что любим кого-то, то вцепимся к нему своими когтями и зубами и никуда не отпустим, пока не высосем из него все. Итак, свобода, которая в Троице, она неотделима от любви, которая делает человека человеком. Преподобный Антоний Великий учит свободными, почитая не тех, которые свободны по состоянию, но тех, которые свободны по жизни и нраву. Не надо, например, называть истинно свободными знатных и богатых, когда они злы и невоздерживны, потому что они рабы чувственных страстей. Свобода и блаженство души составляют настоящую чистота и презрение при временном. Свобода – это то, что в большой степени волнует душу подростка. Он ищет выражение собственной свободы. В форме ее могут быть тусовки, современная музыка, ипотирующий внешний вид. К свободе призывают глянцевые, молодежные журналы, где внушается, что свобода от запретов, а ты еще не пробовал это? Ну, значит, ты еще собляк. Когда-то однажды я в нашей школе православной разговаривал с нашими подростками о свободе. И такой самый простой вопрос. Ребята, ну а вы хотите быть свободными людьми? Ну, конечно же, все 15-16-летние подростки, это человек, конечно, хотим. Но а что мешает вашей свободе? Ну, на минуточку, да, представим, что дети ответили в ответ? Что мешает в свободе подростков? Родителей. Что еще? Школа, правильно. Что еще? Замки. Законы, конечно. Что еще? Отсутствие денег. Замечательно. Что еще? Запреты всего окон. Вы знаете, они все-все перечислили, и родители, и школы, и обязанности, и отсутствие денег. В конечном итоге даже для того, что мешает совесть. Быть свободным. Ну, я, конечно, хитрил, когда задавал эти вопросы. Я говорю, ну, ребят, давайте теперь нарисуем подряд свободному человеку. Начали. Ну, и с хопейсами по ним говорили, а я, конечно, в детском доске. Последователь. Школа мешает, родители мешают, законы мешают, отсутствие денег мешает, правила мешают, обязанности мешают, совесть мешает. Ну, давайте, нарисуйте подряд свободного человека. Помехопинцы-то вытянулись немножечко. Я говорю, а вы с таким дружить хотите? Вы понимаете, вообще-то страшно рядом с таким проходить. Хочется перейти на другую, когда такого свободного встречаешь на улице, как-то хочется идти по светлой стороне, там все-таки фонарики горят. Вот. И это действительно вдруг становится понятно, что свобода в современном культурном осмыслении этого слова совершенно не похожа на свободу. С такой свободой рядом с трапшем. Это совершенно замечательно. Московский, замечательный поэт-абанкардист Дмитрий Прибев уже покойный в свое время написал в советское еще время написал замечательный читеростишник. Он написал так, нам всем грозит свобода, свобода без конца, без выхода и входа, без матери отца. Посередине вузь за весь короткий век. Я так ее боюсь, как честный человек. Это еще по Варенобрежневскому написано. Вот. И все-таки с этим надо что-то делать. Совесть оказывается для детей препятствием к свободе. Но совесть – это голос Божий в человеке, как мы с вами все знаем. И Бог есть настоящий источник свободы. Итак, Бог – источник свободы. Именно от него человек получил возможность быть свободным. это свобода, осуществима человеком, как свобода выбора. И главным инструментом выбора как раз является совесть. Совесть – голос Божий в человеке, и одновременно с этим голос свободы в человеке. Давайте попробуем подобрать синоним. Русский синоним слово «свобода». Наиболее лучшим и точным, по-моему, мнением является слово «воля». Свобода и воля. Вольная воля. Вольная волюшка, говорим, мы представляем себя легко и свободно парящей птицей. Тяжелая и мучительная свобода досталась человеку. Либо отказаться от того, что все вокруг называют свободой, либо все время полукать себя, понуждать себя, что никак не похоже на водную волю. Только Бог абсолютно свободен. Его свобода – это совершенная свобода в любви и благе. И вот оказывается, что свободен тот, кто всегда поступает по совести. Тот, кто свободен пожертвовать собой. Тот, кто мужественен и кто исполняет волю, то есть свободы Божьей. Мы, в частности, не задумывались над этим словом «воля Божья». И когда примитивно к себе просим воли Божьей, нам кажется, что мы совершаем насилие над собой. Мне кажется, что мы, прося волю Божью, хотим подчинить себя тому, что нам никак не хочется делать. А на самом деле, когда мы обращаемся к воле Божьей, мы обращаемся к Его свободе. еще один вопрос подросткам. Ребята, кто по-вашему более свободен? Тот, у кого сильная воля или у кого слабая воля? Ребята, кто? Очевидно, человек с сильной волей, он свободнее, чем тот, кого воли нет, но сильная воля, она же воспитывается. То есть свобода – это то качество, которое в человеке тоже воспитывается, как и любовь, она воспитывает, и свобода тоже воспитывает. Вот так волю к победе воспитывает спортсмен. И в то время, как их сверстники, например, пьют пиво по подъездам, и, как им кажется, реализуют тем самым свою свободу, эти продолжают свои тренировки. зато потом как легко, как свободно они мячиком этим наполе перекидываются. Или музыканты. Ну, вот действительно, бедный мальчик со скрипкой, все его сверстники там на улице развлекаются, бегают, этот со скрипочкой и ужас какой-то, прикован мальчик к скрипке. Ну, а потом, как легко и изящно, бегают его пальцы по струне, и как удивительно, легко и свободно звучит эта музыка. Вот таким образом, собственно говоря, и происходит воспитание свободы в каждом человеке, в каждом из нас. Свободе надо учиться, свободу как волю, как силу, свободу необходимо в себе воспитывать. Но, прежде всего, надо дать смысл и понятие, настоящий, глубокий смысл и понятие вот этим вот исконным свойствам, таким, антологическим словам красота, любовь и свободы. Это в наших руках, в руках педагогов. Но здесь еще один инструмент замечательный, который есть у нас. Это не только Евангелие, это не только наша церковная жизнь, это еще и культура, о которой я начал начать, та современная культура, которую я сначала как бы противопоставил вот эти слова любви и свободы. Но культура уже в выражении искусства, книги, музыки, стихов, живописи, театра. Мы часто, христиане, очень этой культуры боимся. Мы часто эту культуру от себя отстраняем. Нам кажется, все, что светское и все, что не церковное, оно подлежит очень жесткой и строгой нашей цензуре. И когда мы так с таким строгим взглядом смотрим на мировую культуру, там от нее в общем ничего не остается. Мы все время выбрасываем два толстого с корабля современности вместе со всем остальным, потому как этот не туда, этот не сюда. Сплошнеться и зла. Ничего другого. При этом существует некий вакуум, нужна быть должна быть какая-то культура. И тогда мы стараемся обращаться к нашей церковной культуре и пытаемся тогда заполнить вот этот культурный вакуум нашим церковным пониманием культуры. Тогда на место классической великой музыки мы тогда богослужебную музыку ставим. Вместо картины, где, не дай Бог, ребенок увидит обнаженную натуру, у нас есть икона и такая религиозная живопись, вместо сказок или каких-то таких вот произведений искусств, где там сплошные колдунии, волшебники, неизвестно кто и что, еще непонятно, что там они там какие-то феи, у нас есть жития святых со своими чудесами. И так далее. У нас идет такая вот подмена, когда мы на место культуры ставим богослужебную церковную культуру. А вообще-то церковная богослужебная культура это молитва, выраженная через музыку, через икону, через слово, в том числе житийное слово или святоотеческое слово. Это молитва. А молитва это не состоящее души. Молитва это состояние духа. Это связь человека и Бога уже на духовном уровне, потому что человек как-то должен научиться с Богом разговаривать. Это не так просто научиться разговаривать с Богом. И когда мы детям сразу вместо культуры даем церковное искусство, церковную культуру, которая пришла с духовным подвигом человека, тех людей, которые в духовном подвиге рождали эти произведения искусства, мы совершенно забываем одну простую вещь, что прежде чем воспитывать духовное, надо воспитывать душевное. Правильные чувства, которые я уже сказал, прежде чем эти чувства в Иисусе Христе должны быть, они должны быть правильно раскрыты в человеке. И вот воспитание чувств, вот так назывался один из романов Лаверра Люди Кассион Сан-Тимон-Тау. Как раз ей занимается культура. Она, конечно, не одна. В этой культуре и искусстве в Светском много подводных камней, тех же самых святого зла, боделяра и так далее. Но тем не менее, что делает культура и современное искусство в том числе, которое такое неоднозначное, которое такое часто противное, отвратительное в своих проявлениях, оно делает очень важную и серьезную вещь. Мир, в котором мы живем, современный мир, это мир апатии и технологии. Мир совершенно без чувства. Более того, даже христианский мир, стал миром безчувствия. Такая, знаете, сытость христианская, благополучие христианское, самоуверенность христианская, которая, собственно говоря, является самым страшным и отвратительным явлением последних столетий, которое, собственно говоря, и отвратило церкви от Христа огромное количество умных, думающих и чувствующих людей. Так вот, искусство в том числе современное, провокативное, даже то, что называется актуальным искусством, сегодня занимается одной целью, как и всегда, оно должно тревожить людей и заставлять их тосковать. Вот я, Лидия, как раз и скажу, чем занимается Кина Бауна. Вот, в этом смысле она этим и занимается. Она заставляет людей тревожиться и тосковать. и пока вот эта тревога и тоска не пронзит человека, человек не будет думать, человек не будет задавать себе о подрядах вопросов, человек не станет ничего искать. И в этом смысле культура для нас, христиан, педагогов христианских, является потрясающим инструментом для того, чтобы возбуждать в наших этих вопросах, для того, чтобы воспитывать в них чувство настоящее, потому что именно культура дает правильное понимание о зле и добре, о лжи, предательстве и верности. Вот великие произведения искусства не все говорят о том, как человек ищет правды. И вот поиск правды это и есть воспитание души. И когда воспитание души в поиске правды совершает свой правильный путь, тогда человек начинает искать духовного. Тогда на эту почву, на этот фундамент вот уже можно поставить что-то настоящее истинное целостное. Ну, спасибо за это.